Здравствуйте, мои маленькие любители декоративно-прикладного искусства. Сегодня маленько об инструменте. Я вот купил косячок, заказал, буду пробовать. Дело в том, что я занимался резьбой с 2008 по 2018 год и, в общем-то, делал очень много своими руками. Но дело в том, что в России я никогда не покупал инструмент. Я всегда его делал либо сам, либо заказывал у мастеров-инструментальщиков. Один раз я в России купил резаки Татьянка фирмы, и я там матерился очень долго, очень грязно, очень противно. Потом рот мыл с мылом, потому что резаки Татьянка это резаки отвратительного качества, хотя реклама там гремит, что они замечательные. Вот. А здесь, в Польше, я резаки сделать сам не могу. У меня нет условий для этого. В России я их делал с быстрореза R6 M5 сталь. Вот. А здесь я, в общем, смотрите, как приехал, то есть как приехал, как решил заниматься резьбой. Заказал на пробу вот такие резаки. Они дешевые, я за них отдал что-то около... набор такой около 70 или 80 злотых. Это 20 евро. И, в общем, они довольно-таки неплохого качества. Но в моей работе всегда самый ходовой резак, это резак-косяк. На него всегда самая большая нагрузка. И вот косяк всегда мне нужен с хорошей стали. Вот эти, в принципе, топорик неплохой. Вот этот нож тоже неплохой. В общем, подправил и режешь. Но вот косяк. Я резал две недели. Я вырезал для ярмарок, для фестивалей вот этнические такие скульптуры идолы. И, в общем-то, я вырезал вот такие. Это вот я за две недели нарезал 20 с чем-то вот разных краснолюдков, гномиков. И вот больших скульптур. Ну, штук с десяток, наверное, таких, да? И, в общем, как показались резаки. Косяк сточился очень неплохо, потому что это самый такой ходовой инструмент. Я тут с него содрал лак, потому что, чтобы он не скользил. Вот. И, в общем-то, не удовлетворил у меня качество косяка. Хотя, в целом, инструмент своих денег стоит 80 злотых. Это, ну, говорю, 20 евро. В общем-то, по мягкому материалу, если сильно много не резать, то вполне себе ничего. Я даже не знаю, что за фирма. По-моему, даже название фирмы нет никакой. Потом, чуть позже, я купил японские резаки. Они тоже стоят 20 евро 5 резаков. И я удивился, потому что резаки я как-то в России тоже такие покупал. В магазине инструментов тоже типа японские. Там стоили они копейки. И, естественно, они были китайская такая подделка из какого-то мягкого сплава. Они даже не точились. Ими только пластилин резать. И, в общем, я их... Я даже не разочаровался тогда, потому что я и не очаровывался. А тут я удивился, что это действительно с хорошей стали инструмент японский. Не обманули. Режет замечательно. Режущую кромку держит долго. Вот эта липа, она, видимо, вареная. Я ее покупал тоже готовую. Она очень твердая. Ну, как видите, да? Режет чисто и хорошо. Хорошие резаки. И вот, так как у меня все-таки рабочий самый инструмент это резак-косяк, я заказал Бейверкрафт. Мады Украина. Украинский резак. Интересно. И стоил он что-то тоже где-то 80 злотых. Около 20 евро. Интересно. И вот распаковочка. Бейверкрафт. Все стильно. Кстати, доставка была быстрая. Я заказал и через день уже резак был у меня. Ну, сейчас проверим. Я обычно держу резак вот таким вот образом. Вот так я вырезаю. Ну, этот сильно большой все-таки резак для меня будет для каких-то более крупных работ. Ручка не лакированная. Видимо, льняным маслом пропитанная. Удобно сидит в руке. Острый. Прям хорошо острый. Чистый рез. На сайте, где я покупал, не указано из какой стали. Ну, я уже чувствую, что резак хороший.